Всем привет! С вами Булавцев Михаил и сейчас мы с вами в личном кабинете компании Reflame оформим претензию. Претензию будем оформлять у нашего молодого партнера. Обучаем на конкретном примере. Претензия у нас будет в связи с недостачей одного продукта. Итак, для того, чтобы нам оформить претензию в личном кабинете, нам необходимо перейти на вкладку «Заказы». Далее мы в левой колонке в списке ищем вкладку «Претензии». Снова нажимаем «Претензии». Сейчас у нас открылся начало оформления претензий и нам необходимо выбрать накладную, в которой была допущена ошибка. У нас это вот данная накладная вместе с заказом. Выбираем ее, она подсвечивается зеленым, нажимаем «Продолжить». И здесь нам необходимо теперь указать, что же в этой накладной у нас пошло не так. Итак, мы хотим оформить претензию о недоставленной продукции, поэтому выбираем первую галочку. Здесь же мы можем отказаться от заказа. Как можно отказаться от заказа? Позвонить на горячую линию и продиктовать все свои данные отказаться от заказа. Или в личном кабинете, вот здесь также мы можем отказаться. Нажимаем первую галочку, то, что нам не доставлено один продукт. И как раз вот мы видим свою накладную. И как раз первым продуктом у нас идет недовложенная пудра. Здесь мы видим, что она прошла по полной цене. Одно номинование у нас данной пудры было. И теперь нам необходимо выбрать, что у нас с этой пудрой. Неполученная продукция. Нажимаем. Дальше у нас сейчас всплывет следующее контекстное меню. Причина. Здесь два варианта. Или пересортится, или продукт отсутствует. Что такое пересортится? Допустим, вам вместо пудры пришел другой продукт, который вы не заказывали. У вас накладной его нет. Тогда вы выбираете пересортится. Но вам необходимо будет приехать в СПО и вернуть тот продукт, который пришел вам личным. В нашем случае продукт отсутствует. Выбираем фразу «продукт отсутствует». И что мы хотим теперь сделать? Вот здесь есть такое. Я хочу отменить продукт. То есть данные 183 рубля нам вернутся на товарное поле. Или же «доставьте продукт». Выбираем «доставьте продукт». Так как данный продукт у нас был заказан под заказ. И теперь в нашей накладной мы больше ошибок не наблюдаем. Спускаемся ниже. Нажимаем кнопку «продолжить». И здесь мы все еще раз перепроверяем. Наши данные. Они у нас фиксированы. И здесь смотрим пудру, которую нам не вложили. Продукт отсутствует. Нам необходимо его отправить заново, повторно. Все верно. Нажимаем кнопку «завершить оформление». Итак, претензию мы оформили. А теперь давайте посмотрим, где мы можем увидеть ход проверки, ход отслеживания, рассмотрения информации по данной претензии. Мы переходим во вкладку «заказы». Слева в столбце выбираем «претензии» и выбираем уже «история претензий». Здесь мы с вами видим наши претензии, которые были оформлены, которые были рассмотрены за все время работы. Итак, вот от сегодняшнего числа претензий у нас имеются, недовложение нашей пудры. Нажимаем на нее, и здесь мы как раз можем видеть номер претензии, номер накладной, какой продукт у нас не был вложен. И здесь мы видим комментарий консультанта, ответ на претензию от компании. Как раз во время рассмотрения претензии, здесь информация будет, ответ на претензию от компании будет меняться. Аналогично дублироваться информация будет вам еще и по электронной почте. Как только ваша претензия будет рассмотрена, ответ будет дан положительный, ваш недостающий продукт будет направлен на то же СПО, где вы получаете данный заказ, ближайшей поставкой. Спасибо большое за внимание. Всем успехов. Пока-пока.